Продолжение следует... ...в середине 50-х, начале 60-х годов, на смену традиционной электронной микроскопии, на смену традиционной оптической микроскопии пришла электронная микроскопия. И, как всегда, появление новых методов резко увеличило сумму знаний. Причем, я уже говорил о том, что поначалу электронные микроскопы использовались для изучения небиологических объектов, и только в конце 50-х, начале 60-х годов они стали широко применяться в биологии. Вот с этого момента метод становится действительно рутинным, он подвергается очень серьезным видоизменениям, появляются новые методики, но в принципе он действительно становится рутинным. И как только эта рутина добралась до широкого круга биологов, сразу же появилось огромное количество принципиально новых знаний о клетке как таковой. В этот момент начала интенсивно развиваться особая область, цитоморфология, потому что прежде всего изучалась структура клетки. Старое представление о том, что клетка состоит из протоплазмы, ядра и оболочки, да, каменной вечности. Выяснилось, что клетки устроены очень по-разному. И все, конечно, можно говорить о каком-то едином плане строения клетки, но только как едином, потому что на самом деле все клетки, как и многоклеточных, так и одноклеточных существ, действительно оказались принципиально различными. Ну, главные события в этой области я уже упомяну. Во-первых, уизучено явление трансформации клетки, переход клетки из амебоидного в жгутиковую стадию. Причем эта клетка может проделывать на протяжении, собственно говоря, грубо говоря, одного энтогенеза. Вот клетка только что была амебой, да, через несколько минут превратилась в жгутиковую клетку. Произошла, у нее отросли жгутики, сформировали все элементы жгутикового аппарата и поплыла. Значит, кроме имения трансформации, естественно, об этом я тоже говорил в прошлый раз, соответственно, появились данные о том, что клетка имеет очень разнообразное по деталям, строение жгутикового аппарата, а все-таки большинство одноклеточных тушь организма, это в основном гутиконосцы. Так вот, жгутики оказались очень разными. Разными по своим, ну, именно жгутиковый аппарат, не жгутики сами по себе, не буду ли поди, а жгутиковый аппарат, они действительно оказались очень разными. И количество вариаций здесь достигает достаточно больших увеличений. Ну, в первую очередь, варьирует перешковый аппарат, да, потом нам к этому придется немножко вернуться. Вот перешковый аппарат варьирует, и очень варьирует, ну, не так сильно переходные зоны жгутов. А вот на дуриподе и кинетосомы, да, практически неизменно у всех эвакарионных есть. Появились данные о многообразии митохондрий, причем главным образом по форме Крис, потому что по-настоящему-то еще структуры митохондрии, функции митохондрии были не очень известны. А вот структуру удалось им, и по форме Крис, они очень четко стали различаться друг от друга. Ну, и самое главное, появилось еще новое, ну, да, еще один момент, о котором я не упомянул в прошлый раз. Стало понятным, что в действительности очень велико разнообразие амибоидных клеток. Дело в том, что, опять-таки, в старые добрые времена, в середине 19-го и в конце 19-го века, считали, что амибоидная клетка – это самая простая клетка, да, собственно говоря, вот модель-то под нее и копировалась, портоплазмой, ядрой и некая оболочка снаружи. И, соответственно, это самая древняя клетка, потому что в это время уже как раз начали появляться различные роды эволюционные учения. И, соответственно, амибоидный способ движения – это самый простой способ движения, способ лакомонской клетки. Так вот, выяснилось, что на самом деле это все не совсем так, потому что амибоидное движение на порядок разнообразнее, чем жгутиковое движение. Вот все жгутики движутся совершенно одинаково. Там мелкие детали, детали строения, главным образом прикрепительных аппаратов жгута, да, вот тут возникает, но сама механика работы жгута повторяя характерно для всех эволюционных клеток. Там, где жгутики работают, не там, где они, скажем, силы, там они, естественно, не работают, но там и вариации больше. Но это вторично. А вот первично жгутики действительно работают, как выяснилось, у всех эволюционных клеток совершенно одинаково. Чего не скажешь, мы эволюционные движения. Вот на самом деле то, что мы называем эволюционным движением, это огромное количество самых разных механизмов. Да, в основе чаще всего лежит активно-неозимовое взаимодействие. Но сама механика, самые механизмы, которые приводят клетку в движение, перемещают ее из одного пространства в другое, в принципе, это разно. Ну вот, повторяю, это тоже было выяснилось в эти же годы. И выяснилось, что раньше-то считалось, что если клетка перетекает с помощью псевдоподий, да, ну, значит, тогда это амилон. Значит, это самые примесивные клетки. И, соответственно, амилонный план строения лежал в основе бюшерского таксона-циркодина. Вот ничего подобного подтвердить не удалось. Амилоны действительно оказались более разнообразны и более сложны, чем организация передушек, как раз. Ну и, наконец, самое последнее. События того же времени. Это 60-е, середина 60-х годов. Приходит удивительное осознание того, что на самом деле еще один клеточный органоид характеризуется удивительным разнообразным строением. Речь идет о хромодофорах, для хворопласта. По-разному называются эти структуры. Но факт остается фактом. Они действительно все оказались разными. Классический фотосинтезирующий аппарат клетки оказался удивительно разнообразным. Причем разнообразие касается и морфологии, и в какой-то степени и функциональных особенностей. Кроме одного, да, они все обеспечивают процессы фотосинтеза. Но обеспечивают действительно совершенно разные структуры. Ну, в чем отличие классических хворопластов? Ну, прежде всего, они отличаются по количеству мембран. По количеству мембран. Извините, а представления Мережковского тогда были распространены вообще? Нет. Про Мережковского я буду говорить. Значит, на 4 все они отличаются по количеству мембран. Их может быть 2, их может быть 3, их может быть 4. Во-вторых, они отличаются характером и упаковкой телокоидов. Телокоиды могут быть, опять же, сгруппированы по одному. Сгруппированы ламеллы по 2 штуки, по 3 штуки. Они могут быть опоясывающими, по сути дела, покрывающими всю поверхность внутреннюю поверхность. И простыми, вернее, телокоидами. Они могут выразовывать знаменитые граммы, о которых написано вообще в школьных учебниках. То есть, короткие стопки телокоидов, плотно-упакованных друг в друга. Это такие чисто морфологические особенности. К этим же морфологическим особенностям стоит поднести еще одну очень важную ответку. В некоторых хлоропластах имеется ДНК-содержащая структура. Эта ДНК-содержащая структура резко отличается от классической ДНК, которая вообще характерна для всех метафорологических хлоропластов. Там линейные молекулы ДНК. Располагается она не внутри, не в стройме хлоропласта, а между мембранами. И вообще немножко напоминает такое сильно редуцированное ядро. Эта структура получила название нуклеоморф. Еще одна очень важная особенность. Дело в том, что в таком времени уже появляются серьезные биохимические работы. Выясняется, что хлоропласты... Да, не все содержат хлорофилы. Хлорофилы очень разные. Есть хлорофилы и есть хлорофилиды. Число настоящих хлорофилов относятся хлорофилы А и В. А кроме того, имеется достаточно большое семейство хлорофилидов, в которых немножко отличаются молекулы. Просто по длине молекулы. Хвост молекулы, да. Но их на самом деле тоже... Это не один хлорофилит, а несколько хлорофилидов. Причем в разных группах растейших встречаются... Ну, в разных группах клеток встречаются разные типы хлорофилидов. И вот комбинации хлорофилов и хлорофилидов тоже могут быть очень отличными. Есть формы, как родохитов, которые главным образом доминируют только хлорофил А. Иногда там описывают хлорофил Д. По этому поводу много всяких дискуссий. Я не собираюсь на этом подробно останавливаться. Имеются формы, у которых всегда присутствуют хлорофилы А и В. То есть настоящие хлорофилы. Это характерно для геновок. Это характерно для, собственно, зеленых растений. Иридия, планты, о которых я буду говорить чуть-чуть дальше. Ну, а, наконец, для очень многих фотосинтетиков характерен хлорофил А. Он есть практически у всех. Ну, плюс к этому обязательно присутствуют какие-то хлорофилиды. Хлорофилы Д там никогда не было. Вот это многообразие хлоропласта и махология, и функционал. Оно, естественно, сразу вызвало массу спора. Вот по этому поводу возникает в самом деле в литературе возникает остейшая дискуссия. Как это могло возникнуть? Ну, а пытаются еще выстроить некую систему. Вот такая первая система в 1979 год была предложена Дольджину. Он считал, что вот это самые простые формы хлорофил А. унаследованные непосредственно от каких-то предков циана Баршири. А потом, значит, соответственно, там начинается такая сложная эволюция хлорофил. Я хочу сразу же обратить ваше внимание, что тут с самого начала появляются две ветра. Это очень важный момент. Ну, немножко более поздняя схема Смейга, тоже обозвлеченная эволюцией хлорофил. Ну, в принципе, то, что рисовал и раньше Дольджин. Значит, и вот здесь мы сталкиваемся с одной очень серьезной проблемой. Потому что именно в этот момент возрождается из небытия одна гипотеза, которая на самом деле родилась в конце 19-го, начале 20-го века. Речь идет о системе симбиогимнеза, геогенетического происхождения элкариотной клетки. В это время то же самое понятие элкариотных клеток активно существует. И в свое время, я уже говорил об этом, Шатон в 1925 году разделил все клеточные организмы на прокариот и элкариот. И вот начинают пытаться выяснить, каково происхождение именно элкариотные клетки. В основу всех этих построений были положены работы 19-го столетия. Антон Генрих де Байли. Крупнейший ботаник, не только ботаник, вообще крупнейший естественный испытатель второй половины 19-го столетия. По моим представлениям, де Бари вполне сопоставим с деятелем. Это фигура того же масштаба в истории науки. Но деятель был зоологом, а Антон де Байли был ботаником. Значит, он родился в 1831 году и получил классическое медицинское образование. Он учился в Гейдельберге и в Берлине. В промежутке, правда, немножко поучился в университете Марк. В 1858 году он основывает, достаточно быстро кончает свою медицинскую практику. Она его все-таки не устраивала. Он все-таки был естественным испытателем, хотя и получил медицинское образование. И полностью отдает своему ходу изучению ботаники и самых разных растительных организмов. Он основывает публичную ботаническую лабораторию по Фрайберге. Это целое событие на самом деле. Это действительно публичная лаборатория, куда могли приходить самые разные люди. Но в основу лаборатория составляли как раз профессионалу ботаники. В 1862 году он получает кафедру в университете Галя. Ну, а в 1872 году он переезжает в Страсбург и там становится вторым ректором. Вот тогда в тех университетах была такая должность второго ректора. Ну, помощник ректора и он же декан естественно научного факультета. Так что в этом плане традиционная карьера Антонга Дебори действительно была абсолютно действительно очень успешной. Но все дело в том, что все свои такие цены, звания, профессорские звания, должности на самом деле он получал действительно за дело. это не современные эффективные менеджеры, а это действительно очень крупный учет. Дебори по сути дела основал целый ряд целой областей ну, если хотите, знаний биологических биологических наук биологической науки, которая до него была мало кому известна. он первым обратил внимание ну, все началось с того, что Дебори занимался самыми разными группами растительных по тем временам растительных организмов. У него была фантастическая коллекция грибов. У него были лишайники одна тоже из лучших коллекций того времени. он занимался миксами цетами и, пожалуй, впервые доказал, что миксами цета доказал в опыте, да, в опытном путем, что миксами цеты никакого отношения к грибам не имеют на самом деле. Это всего лишь одна из форм о нем. Двое михотворение. Кроме того, он занимался еще одной вещью. В то время, честно говоря, малопонятным современником, он пытался изучать взаимодействие растений в природе. Он брал участки и пытался выяснить, кто, где и как растет на этом участке, на экспериментальном мухотном участке. по сути делу занимался такой, это были первые диабетонические работы, диацинологические работы. И он попытался изучать вот не было такое еще слово фитоциноз, да, но он как раз и пытался изучать разные аспекты фитоцинологии. И очень быстро он убедился в том, что разные группы растений ну, я повторяю, тут и грибы входили в состав растений, потому что, естественно, никто не отменял системы в то время существовавшей. Так вот, разные группы растений проявляют определенную тягу друг к другу. Вот есть формы, которые постоянно существуют вместе. большинство исследователей просто прошло время этого факта, а Дебари обратил на это серьезное внимание и начал изучать вот эти постоянно повторяющиеся факты совместного существования истории. Но в результате Дебари создает новую науку. Ту науку, которую мы сегодня называем симбиотологией. Он придумывает термин симбиоз. релиотер ему принадлежащий. И Дебари в отличие от многих последователей по терминам симбиоз понимает только сам факт совместного существования этой симбиоз совместное существование. Вот представление о том, что симбиоз это взаимовыгодное и взаимополезное существование организмов на самом деле это не Дебари. Это придумали братья Гердоги. Это они потом сократили и уменьшили пространство, на котором можно применять термин симбиоз. Но это будет позор. А сам Дебари как раз начинает искать а каковы собственно что объединяет разные организмы. собственно Дебари принадлежит еще один широко распространенный театр. Не симбиоз а мутуализм. Совместное существование действительно взаимополезно другому организму. От английского мьючера. И мутуализм он противопоставляет паразитизму которая тоже является формой симбиоза. Практически Дебари практически полностью исчерпывает эту термину. Он дает четкое представление о симбиозе как о совместном существовании и показывает что симбиозы бывают очень разными. Бывает когда партнера полезно друг друг бывает когда один получает от этого удовольствие или максимум условий для жизни а другой испытывает вред это паразитизм. Ну и наконец бывает такая ситуация когда один испытывает это в результате сегиотических отношений получает пользу а для второго партнера он может быть просто безразличен. Это коммерциализм. То что мы сейчас называем коммерциализм. То есть фактически Дебари полностью исчерпал эту тему и заложил ее основу. Но естественно никакого отношения работы Дебари к проблеме той системы о которой мы с вами говорим действительно не имеет. И вот повторяю эти работы Дебари это 1879 год. Они были хорошо известны. Другое дело что в Россию работы Дебари попали с помощью популяризаторов братьев Гертогов. Они очень многое напутали. Но книги Гертогов иногда издавались в России раньше чем за границей. Чем непосредственно в Германии. И вот Гертоги которые обратили внимание на работы Дебари но резко сузили понятие симбиоз. Для популярной литературы понравилось одно организм оказывает другую помощь взаимовыручку они взаимополезны и они вот только это назвали симбиоз. И в таком то плане в таком смысле симбиоз попал в русскую литературу. Именно благодаря Гратин Гертогову в конце 19-го и намертво закрепился. Было несколько попыток избавиться от этого узкого значения слова симбиоз. В том числе ваш покорный слуга написал большую статью по этому поводу. Все равно что говорят одно и то же. Симбиоз взаимовыгодные взаимополезные отношения двух организмов. Сам дебори повторяю никакой качественной оценки термин симбиоз не вносил. Он отмечал только что это сам факт совместного существования организма. Ну ладно, бог с ним с дебори. Кстати, вообще по сути дела современные англоязычные литературы термин симбиоз используется именно в том полном соответствии с пониманием дебори. Это просто констатация факта совместного существования двух разных именных организмов. Ну понятно, что проблема симбиотических отношений она на самом деле привлекала самых разных исследователей. Это и паразитологи, это и другие специалисты по биологии. И собственно с этого момента и начинает развиваться как таковое учение о симпионтах в расширенном смысле этого слова. Да, там существует паразитологическая америка, здесь специалисты, которые занимаются менталистическими отношениями, но в целом в какой-то момент это все становится основой для формирования буквально новой отрасли знаний. И вот на рубеже XIX и XX веков о термине вспомнили как раз представители по сути дела протестологии и зарождающейся цитологией как науки. вот когда стало понятно, что есть клетки очень разные по своим параметрам, по своим характеристикам, есть клетки более сложные, есть клетки то, что деятель называл манерами, более простые, вот когда вспомнили о симбиоте. И пожалуй первая попытка объяснить возникновение эукариотной клетки с помощью симбиотических взаимодействий более простых клеток принадлежит русскому исследователю естественному испытанию Мережковскому. Это брат знаменитого писателя Вмекия Мережковска, Константин Сергеевич Мережковский. Это действительно очень интересный человек. Значит, он в свое время начинал работу на нашей карьере, был учеником Вагнера, Вадим Николаевича Вагнера, начинал вообще как правовед, но через два года после начала своей карьеры ушел из правоведения, поступил в Санкт-Петербургский императорский университет и оказался как раз на кафедре у Вагнера. Через год Вагнер, заметив именно талант ученика, взял с собой экспедицию на Белом море, на Белое море. Там Касац Мючковский принимал самое активное участие в создании знаменитого Вагнерского адреса по Белому морю. Здесь же Вагнера он пожалуй начинает проявлять себя не столько как классический фаунист, сколько скорее как экспериментатор, экспериментатор нацеленный на такие мелкие объекты. Ну, например, он интересуется диатомовыми водорослями и первый пытается объяснить, скажем, механизм движения, скольжения диатомовых водорослей. Другое дело, что это не совсем точно было сделано, но тем менее такая попытка была. Значит, он пытается заниматься то, что мы сейчас называем хромтофорами хлоропластными, пигментными структурами клеток. И тоже выясняет, что эти клетки, что эти структуры достаточно сильно отличаются друг от друга. Как раз и на примере диатомовых и других однокрядачных областей. Ну, после некоторого пребывания в университете он оставляет работу в университете. По-видиму, характер у него был не очень простой. В общем, то ли он сам оставляет, то ли его вынудили оставить там историю немножко не очень понятную. И кончается тем, что он на какое-то время оказывается в Казани. Он оказывается в Казани, но до этого еще успевает съездить на некоторое время в Соединенные Штаты Америки, и там проводят тоже целый ряд серьезных исследований, работ, посвященных именно, в первую обучить проститься. Затем он снова возвращается в Россию, это 1903 год, возвращается в Россию, и на этот раз действительно плотно оседает в Казани, становится профессором, завершенным, сначала приват ацентом, потом вольт-нардным профессором, ведущим профессором, читает лекции. Все хорошо, но только в 1914 году вокруг его фамилии снова возникает скандал. грандиозный скандал, там уже подключается печать, в том числе и желтая образа, но в результате Константин Сергеевич вынужден покинуть Россию и уехать в Европу. Проводит некоторое время в Ницц, потом в Швейцарии, и там пишет свои знаменитые работы. вот, пожалуй, главная работа, которая, пожалуй, для нас сейчас представляет наибольший интерес, его работы, посвященные как раз строению хроматофоров и природе против синтезирующего аппарата и Мережковский выдвигает гипотезу, которая, если говорить честно, не то, что в те годы, но много позднее. вот когда я еще находился на вашем месте и слушал лекции в этой институте, это всегда преподносилось как, вроде плавательного учета, просто выжил из ума. Он первый написал о том, что телокариотная клетка, а термин-то уже существовал, там вот шатон будет достаточно сложная телокариотная клетка возникает в результате симбиоденеза. И сам термин симбиоденеза принадлежит Мережковскому. Бактерия, это задолго до появления по-настоящему симбиогенетической гипотезы. Первый человек от меня высказал, он начинал даже немножко раньше, но вот где-то после 14-го года эти работы стали появляться и пропагандироваться эти идеи Мережковским достаточно активно. В чем смысл симбиотенетической теории Мережковского? А в том, что Мережковский предложил примерно следующую систему эволюции клеток, разных клеток. эволюция Матрюшки. А крупная клетка поедает клетку, способную по этой симбиотике. эволюции возникает симбиотическая система, в которой имеется симбиотик, имеется клетка, особый симбиотик фотосинтетический, способный к мотоцистуру. симбиотик. пара фотосинтетический. Ну, свою симбиотик Мережковский распространял на разные типы органов. Он считал, что вообще клетка возникает в результате, эукариотная клетка возникла в результате симбиотенеза с разными группами мелких клеток. Ну, а дальше больше. Эта клетка может становиться таким же симбиотом еще более крупных клеток. Но это уже эукариотная клетка. Что же у нас получается? Получается удивительная вещь, что симбиот хлоропласт разное происходило. В одних случаях это эукариотные клетки, а в других случаях прогариотные клетки. А что же тогда остается от царства растения в линеевском смысле? Это фотосинтез возникает, аутотрофность возникает совершенно независимо от того, когда и кто проглотил симбиот? Повторяю, как дальше не знали всех различий в строении хлоропластов. Но в результате уже сам Мерешковский сам Мерешковский по шути дела подразделил, предложил свадьбу систем эл-периодных организмов. Он выделил микоиды, растения и животных. Вот очень интересный состав микоидов. В состав микоида входят детилевские манеры бактерии и грибы. Ну, соответственно, сюда же попадают в большом количестве лишений. Ну, а что касается растений и грибов, ну, здесь, что касается растений и животных, то, естественно, Мерешковский этот раздел своей системы практически не детализировал. Вот, что он понимал конкретно под растениями, какие группы растений. что он понимал под животными, одноклеточные и многоклеточные, на самом деле, это пока это действительно из его рукописей остается не до конца ясным. Он не детализирует. Но вот Михоиды, особая группа, которая включает в себя и бактерии и, собственно, грибы, да, это вещь, по сути дела, для того времени уникальная. Фактически он выделяет грибы как действительно самостоятельные для царства. Вот, Гетин вспомнит, да, он выделил грибы, отнес грибы просто к растениям. А здесь грибы выделяются от остальных классических растений и классических животных. Надо сказать, что идеи Мерешковского я уже сказал, да, они вызвали очень негативную реакцию на современников. И, пожалуй, только один человек по-настоящему поддержал и попытался развивать. Это феминист, тоже российские исследователи, исследователь, который был в значительной степени последовательной идеи Мерешковского и действительно пытался развивать эту теорию симбиогенеза Телкарю. Кстати, обратите внимание, проблема симбиогенеза она сейчас по-настоящему почему-то вот это первичный симбиоз. Это вторичный симбиоз. Но мы очень часто сейчас находим форму, который характеризуется третичным симбиозом. Когда в качестве симбиомка оказывается вот такая конструкция вне пьетки. Вот это действительно очень интересная форма. Это инфузория из рода мезодиня. В ней располагается криптофитовая отрасль. Это облигательный слигойот мезодиня. Как раз у криптофита хорошо выраженный нуклеоморфик. Там четырехмембранная оболочка у хроматофора. То есть совершенно ясно, что криптофитовые в качестве симбионтов несут в себе настоящие эукариотные клетки. И вот эти криптофитовые становятся такими же облигатными симбионтами других организмов. В частности криптофитовая вот этот третичный симбиоз характерен не только для одноклеточных. Он получает очень широкое распространение среди самых разных организмов. вспомните яркую окраску кораллов. Она что обусловлена пигментами кораллов? Да ничего подобного. На 90% она обусловлена пигментами симбионтов. очень многие кораллы в действительности не имеют открытой гастроваскулярной системы и человеческой системы. У них нет рта. При всем желании проглотить что-то они не могут. Облигатные гетераторы они могут только использовать ту энергию которая характерна которая производится их симбионами которые располагаются в гастродермах. Голее того у них появляются специальные удивительные конструкции когда все наружная поверхность максимально свеживается а гастродерма пытается максимально выпечется наружу и сами клетки эпидермы только чуть-чуть тонким слоем покрывают сильно разрушающиеся и сильно специализированную гастродерму. Причем в течение суток в зависимости от степени освещенности форма кораллов резко меняется. Как только появляется свет начинается такое массированное выпячивание всех элементов в которых может осуществляться фотосимберс. Повторяю, практически всю энергию они получают только за счет аутотросных гутиканазов. Не только кораллов используют энергию выставляемую симбиотами. Крупные тридатные вот наши тридатные которые лежат на калитре это тоже эндосимбиотическая система. В мантии яркая окраска мантии тридатных обусловлена как раз симбиотическими водорослями. Самые разные это могут быть и главным образом переденные там появляется такой специальный род симбиотии. Это могут быть и другого типа зеленые водоросли которые тоже становятся симбиотами. Но набор симбиотов может быть очень велик и все эти классические животные системы живут в основном за счет фотосинтеза которая осуществляется в их тканях. Хочу специально на это обратить ваше внимание. Может быть не так уже было неправо для Иистоти или Нэй выделяющий вот эту группу софии. Понятно что это было чисто интуитивное зарение но не более таких конкретных данных они не имели но мы теперь знаем что симбиоз в природе играет колоссальный уровень причем вот эти разные уровни симбиоза первичный первичный симбиоз вторичный этичный симбиоз ну пока случив четвертичного симбиоза мы пока не знаем но вам остается факт появляется такая система система симбиотических взаимоотношений я уже сказал о том что в свое время она получила очень негативную оценку со стороны естественных испытателей они действительно отнеслись к этому не просто отрицать считали что в общем Мережковский просто сошел с ума честно и откровенно но дальше ситуация начала постепенно меняться о работах Мережковского забыли надолго когда появились все данные по этому капу что какова природа метофон что собой представляет мембрана метофон и так далее и так далее я сейчас не собираюсь вдаваться на эти чисто цитологические детали они безумно интересны к нашей теме сейчас не имеют отношения так вот день Мережковского начала снова всплывать и здесь колоссальную роль сыграли работы Мережковского Маргелес или Маргулис по-разному транспормируется ее имя в нашей отечественной литературе вот начиная в 60-70-е годы фамилия Маргелес или Маргулис действительно по-настоящему была известна практически биологам сегодня она издает серию работ большевую монографию посвященную сингеогенному происхождению элкарионной плетки она использует тот же термин который использовал Мережковский сингеогенез ну конечно если говорить честно Лина немножко увлеклась если возражать против сингеогенного происхождения скажем митохондрий и хлоропласта действительно очень трудно то вот скажем возражать против гомологии жгута элкарионной плетки и жгутского бактерия целиком то есть взять ее с какими-то спиротетами практически невозможно агенизм другое структура все другое вот лин пошла на такое допустим жгутики это тоже бывшая сингеога вот это пока не удается доказать даже сам горячим поклонником тем более что есть еще очень интересная проблема жгутик это кинетосома кинетосома которые являются цонтом для формирования жгута но ведь те же самые структуры а у многих жгутиконосцев не просто те же самые а они же принимают участие в делении это цонтель для организации великина для методического взаима и вот возникает вопрос а что возникло раньше механизм методов и потом он уже приобрел возможность участия в формировании жгута сложного шмычкового аппарата либо все-таки сначала движения а потом же стал использовать этот механизм стал использоваться для реализации процессов методов неприятность заключается и еще в другом дело в том что у простейших форм методов насчитывается очень много ведь тот классический метод который обучается во всех курсах общей биологии и школьных и вузах на самом деле метод характерный только для высших организмов как растений так животных хотя там тоже есть небольшие различия но в основном они уже касаются цитокинеза и на а в основном могли бы существовать при открытой форме метоза организм-клетка остается только инсестировать вот тогда можно проводить нормальный открытый ортиметоз и у простейших он кстати говоря встречается только в одном случае мы можем говорить о существовании нормального открытого ортиметоза от легори очень специализированных родителей вот таких вопросов стало возникать очень много и они приводят нас к одной очень важной особенности к тому очень важному вопросу в клетках простейших действительно в полном смысле та клетка которая открыла открыли в свое время дютрашей и шва может быть это другая немножко конструкция другая структура вот может быть все таки не так уж не прав был эренберг знаменитый эренберг книжку которую я показывал который писал о том что простейшие это высокоорганизованное животное высокоорганизованное существо может быть клетка простейших клетка многоклеточных животных она может быть только по форме по структуре похожий друг на друг а вот происхождение может быть действительно совершенно разные вещи и это надо было обязательно учесть и создание действительно каких-то попыток создания всеобъемлющей такой системы протестов но давайте тогда поговорим немножко на эту тему и так соотношение клетки одноклеточных и клетки многоклеточных я сразу же хочу подчеркнуть что когда говорить о многоклеточность я совсем не имею ввиду таксономическую принадлежность этих терминов есть понятие мета зон многоклеточный живот есть понятие метафита она кстати используется в целом время системы это системы которые построены из большого количества клеток но и метафита и мета зон это системы которых не просто большое количество клеток а клетки разделены на ткани обособлены друг от друга выполняющие разные функции это группы клеток характеризующиеся неким морфологическим сходством и один сходными функциями вот что такое ткань в широком самом простом смысле слова и собственно говоря а уже из этих ткани возникают различные органы вот повторяю это характерно для всех реально многоклеточных животных мета зон и метафита то есть многоклеточных бывает разным в одном случае мы имеем дело с полицеллюлярностью когда система состоит из какого-то количество практически не дифференцированных клеток это чистая полицеллюлярностью а вот когда такая же система состоящая из большого количества клеток разливается на различного рода ткани вот это уже настоящая многоклеточность или методойность или метафита это действительно разные вещи вот значит когда я сейчас буду говорить о многоклеточных существах я буду прежде всего иметь сам виду прежде всего сам факт полицеллюлярности большого количества клеток без разделения его на крыльные системы это башня момент потому что он мне потом понадобится у дальнейших еще один момент на который я тоже хочу обратить у вас внимание мы имеем дело с организмами тело которое состоит из самых разных структур давайте давайте посмотрим какие это структуры что это одна клетка в строгом смысле слова дважды это одно ядро какой-то набор органов в строгом смысле одна клетка но дело в том что в свое время знаменитый французский протезаул Добель предписал одну очень интересную фразу простейшие рабы своей надежности но как любые рабы они постоянно будут ведь на самом деле такой тип организации простейших монархите строгом смысле слова монархите когда действительно организм представлен одно и другое в общем встречается не так уж здесь что может возникать может из простейших формироваться настоящая колония которая может возникать в результате не доведенного до конца без полого размножения в поле церковь в поле церковь в поле церковь в поле церковь там начинается проблема дифференцировки клеток причем очень своеобразная тот же вольверс аутотрофный организм я специально подчеркиваю вам для которого характерна аутотрофия на самом деле не передний и задний колоний у него четко выраженная полярность клетки переднего конца как правило небольшие с мощными жгучками мощными стигмами с относительно небольшим кроматофоном клетки заднего полюса не альтернативные признаки огромный кроматофон я немножко потому что внутри рук да но маленькая стигма и короткие жгучки понятно это сенсорно-двигательный аппарат колоний аэтотрофический аппарат колоний тем более что у некоторых волюсов там еще существует мощные связывающие клетки плюс к этим клеткам добавляются еще клетки связанные с размножением медитативные клетки размножение из которых формируется в результате адамного процесса дочерние колоний и так называемые половые клетки да макрогомет и микрогомет но это колония то что это колония это не вызывает никаких сомнений да у нас есть исходно одна клетка всего одна которая начинает делиться особи входящие в состав этой колонии постепенно формирует действительно настоящую шевронную колонию но есть известны и другие случаи когда вот такие полицеллюлярные системы могут возникать в результате сползания одиночных клеток так называемые плодовые тела что это такое они очень легко переходят из одиночного состояния в полицеллюля атики остыли плодовое так называемое тело вот эти клетки там уже там не просто многоклеточные там начало дифференцировки клеток и повторяю это связано не с размножением клеток а со сползанием клеток а что такое плазмодиальные структуры самые разные увеличение ядер и эксплуатизации скажут жгучного аппарата это что одна клетка или это попытка выйти за рамки одноклеточности ну и наконец классический пример конкузория со сложнейшей системой морфологически обособленных компактментов в пределах того что мы называем клетками я уж не говорю о двуядерности и остальные физиологические компактменты очень четко выделяются есть компактменты обеспечивающие циклоз и собственно трофику он тесно связан с перистомом и цитостомкой у некоторых инкузорий да относящиеся к нему к эрестолицитам там вообще совершенно фантастическое имя что здесь располагается рот здесь имеется макронуклеус и хорошо выраженный микронуклеус имеются специальные скелетные пластинки которые отделяют ядерный компактмент от остальной части а вот здесь формируется настоящая кишка если хотите то есть постоянный цитостелетный элемент в нейстротрубочке из элементов которые образуют настоящую стенку кишки сюда заталкиваются при питании какие-то пищеварительные частицы они питаются как раз в содержимое рубца швачьи и питание переваривание внутри этих уходов происходит внутри вот этого своеобразного квазикишечника такого выделения компактмента мы не знаем даже у некоторых примитивных многодетчин покойный лев николаевич в свое время для их клеточных структур предложил еще специальное название цитоид структур структуры которые подвергаются максимальной моделизации структур это не у всех многодетчин вспомните колонию губок в общем не подобное видели у губок ничего подобного у многоклеточных организмов заведомо многоклеточных организмов то есть на самом деле клетки действительно оказываются очень разными в этом отношении действительно такая характерная особенность заключается в том что даже сторонники клеточной теории в чистом виде сторонники клеточной теории уж как вы понимаете академика заварзана старшего крупнейшего гистолога Алексея Алексеевича старшего трудно объяснить в краморе и неприятие клеточной теории вот заварзан старший писал так так называемые так называемые одноклеточные организмы ни в коем случае нельзя сравнивать с отдельной клеткой тканей многоклеточных животных он категорически активизировал самую возможность сравнения этих двух функционально разных структур клетки организма и клетки многоклеточного животного теперь давайте посмотрим еще на один момент в природе существуют действительно разные способы возникновения вот этой самой многоклеточности ну я сейчас обращаюсь к опыту истории биологии которые связываем в дискуссии двух крупнейших ученых и тот и другой в свое время а это конец 19 века предложили в свои дипотезы формирования многоклеточных животных я специально это подчеркиваю многоклеточных животных деятель исходил из того что на самом деле у нас есть клетка которая путем деления то есть путь колониальный путь да образует шарик который в дальнейшем превращается в так называемую гастрейл двуслойный шарик состоящий из м так как очень примитивно изложено этот путь язык то же самое то же самое из тех же самых предпосылок предложил и нищенков но только он заменил гастрейл другой модель да действительно образуется шаровидная колония но затем какие-то клеточные элементы начинают входить внутрь и мы получаем удивительный организм состоящий из наружного слоя клеток логоцит област из наружного слоя клеток синобласт он даже не называл этой эндодерной и эндодерной и рыхлую хранжематозную массу вот это погасит област ну соответственно и гегель и они использовали оба две эмбриологические модели которые того времени были дорожные надо сказать что и тот и другой были отличными эмбриологами они много внимания выделяли именно эмбриологическому следу но Векин как всегда выбрал очень простую ясную схему ну что может быть проще шарик внутри которого просто происходит погружение части ткани да и образование в печи повторяю в этом весь гигель вся его ментальность ну не важно у кого чаще всего мы наблюдаем процессы инвагинации повторяю использовал классическую эмбриологическую модель характерную для дельта ростов инвагинации встречается и в других группах но в наиболее чистом виде в том виде в каком ее представлялся дельта 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 м и в меньшей степени немножко кто в дельта он специально изучал эмбриотальное развитие этих организмов и поэтому он пришел к классической паранхимулею личинки типа паранхимов, но он её назвал БЦТ. Но, я повторяю, и тот, и другой, на самом деле, ничем не отличаются друг от друга. Я хочу это только специально в общем, они просто использовали разные геологические модели для создания своей гипотезы происхождения многокленности. А основой этих двух гипотез является то, что в качестве модели они использовали образование шарамидной колонии. Опять же, в начале 20-го века, поздние эти работы уже в 50-е годы достигли, ну не достигли, да, получили максимальное уже развитие в работах югославского заонда Хаджи. Используется совсем другая модель. Повторяю, это чёртая модель. Хаджи используется с того, как раз потом в значительной степени использует то, о чём я говорил до этого. У нас сначала возникают системы, характеризующиеся полимеризацией внутренних органов. А затем начинается серьёзный процесс социализации, обособления клеточных тел вокруг отдельных ядов. Так же, как идеи Мешкутского и идеи Хаджи подверглись такому остротизму, что вообще трудно себе представить. Потому что это действительно крупнейший залог в середине 20-го столетия. Но практически все серьёзные журналы, после того, как он публиковал свою книгу, категорически отказывались печатать свою работу. Потому что идеи Хаджи признавались, опять же, совершенно немыслимыми. Так же, как идеи Мешкутского. А вот теперь давайте посмотрим на эти схемы с разной стороны. Немножко с сурной стороны. Итак, клетка простейшего. Вот этими двумя отчётчиками я обозначаю границы индивидуальности этого организма. Вот это организм, самостоятельный организм простейшего. Вот границы его индивидуальности. Когда формируется колония. Колония, я сейчас подчёркиваю, не бластомиров в процессе реального развития, а колония в результате недоведённого до конца бесполого размножения. Границы индивидуальности отдельных экземпляров, платящих в состав колонии, изменяются? Как был? Все это же происходит. Так и остался. Только они вместе живут. Почему мы называем колонией, а не организмом? Вот этим. Но только здесь постепенно начинает формироваться, в результате подавления первичной индивидуальности, начинает формироваться новая индивидуальность. Она формируется очень постепенно. Поменее того, как начинается интеграция клеток, когда происходит подавление отдельных функционально-мехасольного стекла. Ну, например, у клетки того же войлокса, репетативные клетки, полностью утрачиваются способности к размножению. Они не могут делиться. В какой-то момент они становятся частью принципиально новой конструкции. Входит в её состав уже только как элемент. Но, повторяю, этот процесс идёт очень медленно, очень постепенно. Процесс утраты индивидуальности организма в рамках нового церкви. Теперь давайте посмотрим вот на это. Вот у нас первичная индивидуальности. Когда в ней разделились эргоноиды, и она воротилась в возможности, в негридиальную структуру, индивидуальность изменилась? Нет. В архологическом сложении индивидуальность не изменилась. Когда произошла цивилизация, индивидуальность изменилась? Нет. То же самое. А смотрите, что из этого получается. Что вот эта клетка и вот эта клетка – это разные вещи. Эти клетки никогда не были самостоятельными организмами. Они никогда не утрачивали свою индивидуальность. Они сразу же формировались как часть целого. Ну, повторяю, в Хаджу посыпались фантастические обвинения. Но Хаджу упорно им противостоял. Что же получается? Получается, что клетка полицеллюлярной системы, возникшей в результате процесса абсурдализации. В действительности никакого отношения клетки к первичной, к индивидуальности первичной клетки абсурдализма не имеют. Это разные структуры по происхождению. Они формировались по-разному. Да, морфологически они очень схожи. Действительно, очень схожи. И то, и другое в морфологическом плане действительно клетка. И вот с этой точки зрения, да, можно признать, что все организмы состоят из клеток. Но только нужно помнить о том, что клетки действительно могут быть очень разные. Ну, я повторяю. Эта точка зрения в свое время была подвергнута очень серьезной критике. В чем вход пускалась... Ну, кто из нас видел такую цивилизацию? Попрошал один вполне известный ученый, как раз находясь на моем месте в этой институте. А на самом деле все видите? Ча вон дроблей. Неполная дробля. Распределение по транскрипционным факторам, распределение по функции начинается с самого начала. Проблем. Вот еще одна подробля. Я-то привел как раз две модели деятельности, но и вечность. Но я ведь сейчас еще не помню, это было. Классическая цивилизация, никуда не денешься. Так что, в принципе, такая вещь может быть. Никаких серьезных запретов на процесс цивилизации нет. Ну вот, с таким багажом данных мы подошли как раз к рубежу 70-х, 80-х годов. Потому что именно в этот момент начинаются реальные попытки создания принципиально иных систем. Но об этом мы уже говорим в следующий раз. Спасибо. А в чем проблема, собственно, из-за чего критика? Как вы понимаете, Мирюшковский там вообще весь мир перевернул в научном сообществе. А здесь, собственно, людям пришлось просто признать тот факт, что клетки разные, одни индивидуально, другие не индивидуально. Так, вот это как раз и признавать-то не хотелось. Опять же, я... Ну, то есть, я к тому, что это не так сильно меняет мировоззрение, на самом деле? Нет, очень сильно. Это же просто я основываюсь на другой базе. Академик Иванов всегда кричал, что я скрытый хаджист. Когда я возмущался и говорил, что я открытый хаджист, он возмущался еще больше. Но в наше время быть открытым хаджистом просто невозможно. Нет, мировоззрение это действительно меняло очень сильно. Я вот буду в следующий раз особо об этом говорить. Я бы снова вернулся к проблеме системы. Мы будем на эту тему открыть. Вот мне важно было подчеркнуть вот эти предпосылки, да? Теоретические предпосылки, с которыми мы подошли как раз в пробежу 70-х или 50-х годов. Отношения это были очень сложные. У нас, опять же, такая граница прошла в 80-е годы, когда шеф принимал участие в создании одной системы в мировом масштабе, был такой международный комитет организован по созданию системы протестов, под шефом Баляцкого, да? А Сыравин и я участвовали в другой группе. Мы готовили свой ответ к левецкому султану. И эти люди оказались совершенно неправы, как вам было показано. Но я потом признал, что, в конечном счете, впрочем, мы так и обогнали этот международный комитет. Ну, в своем счете я об этом не говорил. Спасибо. До свидания. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...